Цены на яйца, судьба безнадзорных животных, поставки продукции за границу. Областные власти подвели итоги работы сельскохозяйственной сферы за этот год. Чиновники заверили, что переговорили с продавцами и производителями яиц. Как выяснилось, последние специально накручивали цены. Что касается безнадзорных собак, то у большинства есть владельцы. Их штрафуют из-за несоблюдения правил выгула. Какие еще темы были в центре внимания, расскажет Кирилл Комаровских. Сейчас на территории области работают 240 сельскохозяйственных организаций. Примерно столько же фермерских хозяйств, 400 предприятий, производящих пищевые продукты и напитки. В агропромышленном комплексе задействованы почти 30 тысяч человек. При этом власти рассчитывают, что людей станет больше. Одна из составляющих, которая может привлечь человека трудиться, это, конечно, заработная плата. И рост составил 13,7 в сельском хозяйстве. И сегодня у нас составляет более 43 тысяч рублей. Рост отмечается и в пищевом производстве на 14,8%. Это выше, чем уровень инфляции. Помимо зарплат, рост показателей прослеживается и в поставках региональной продукции на зарубежные рынки. У нас еще доля экспорта растет. Вот в этой экспорте у нас присутствуют еще и семена многолетних трав. И это интересно заниматься. Поэтому семена у нас, трав наши, селекции, ядских, они востребованы не только внутри России, но и за рубежом. Как в ближнем, так и в дальнем зарубежном. В части природоохранной деятельности специалисты сконцентрировались на точечных проверках. Также реагируют на запросы граждан. В текущем году провели 4 внеплановые проверки по воде, 2 по воздуху. Не обошлось без нарушений. Ответственных наказали рублем. Уже в бюджет Кировской области у нас поступило порядка полутора миллионов рублей ущерба. Когда средства поступают от компенсации вреда причиненного природе, эти средства носят с прошлого года окрашенный характер и направляются на ликвидацию поселковых свалок. То есть это хороший механизм, который позволяет сделать природу чище. В областном правительстве отмечают, что и в следующем году министерства будут работать в тесной связке для достижения максимальных результатов. Кирилл Комаровских, Кирилл Лянгусов, Бюро новостей, Довича.